Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня уже понедельник, 23 сентября 2024 года. А новости у нас вот какие. Послушайте внимательно, друзья. Меня лично они очень заинтересовали. Обращение против русского языка угрожает безопасности Латвии. Это мнение журналиста вызвало бурю в сети. Поподробнее разбираемся. Как сообщалось, СЕИМ в четверг на прошлой неделе в окончательном чтении принял поправки к закону о кредитных учреждениях, согласно которым в банкоматах коммерческих банков Латвии русский язык перестанет быть доступен. Впредь там должен быть установлен латышский язык, а также латгальский. И дополнительно официальные языки Европейского Союза и стран, членов или кандидатов ОСР. Решение вызвало противоречивые реакции. Это пишет la.lv. Журналист Сандрис Точс в соцсети поделился своим мнением по этому поводу. Сегодня СЕИМ запретил русский язык в банкоматах. И если бы языковые запреты были задуманы для защиты латышского языка, тогда надо было бы запланировать и запрет английского языка. Это не защита латышского языка. Это обращение против одного конкретного языка, нарушающее принцип справедливости. Так как русский язык, родной язык, очень большого числа латвийских граждан. Повторяю, очень большого числа латвийских граждан. Обращение против русского языка непосредственно угрожает безопасности Латвии. Ибо защита русскоговорящих это тезис, которым Путин обосновывает вторжение в Украину. Послушайте, друзья, послушайте внимательно. Желательно до конца. Спасибо вам большое. Напоминаю, вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Потенциальное вторжение в Латвию тоже может быть обосновано защитой русскоговорящих. Поэтому обращение против одного конкретного языка это не повышение безопасности Латвии, а непосредственная угроза. Непонятно, почему латвийские политики столь необдуманно осуществляют дискурс Путина, которым может быть обосновано вторжение в Латвию. Причем способом, который не приумножит симпатии в Европе и Соединенных Штатов Америки, где языки не запрещают. Повторяю, в Европе и Соединенных Штатов Америки языки не запрещают. Только у нас в Латвии, друзья. Ну, послушайте дальше. Это в час икс, ну, конечно, в кавычках, это в час икс на Западе может вызвать отношения в кавычках «сами виноваты». Нет, друзья, не переключайтесь. Послушайте дальше. Его мнение подверглось резкой критике, но у него хватает и сторонников. Профессор Латвийского университета Рингольс Баладис пишет в комментариях, ну, это чушь. Единственное объяснение – преувеличенное стремление показать. Превеличенное стремление показать. Многоточие, друзья. Да, что показать? Вопрос он задает. Да что показать? Видимо, патриотизм. В свое время архиепископ, послушайте, может быть, кто-то помнит. Я лично помню. Я даже зачитывал эти новости. В свое время архиепископ Янис Ванокс сказал, что, по его мнению, единственный способ, как латыши понимают патриотизм, это вражда против русских. И, конечно, это мощно улучшает внутренний микроклимат страны с национальным меньшинством русскими. Даже при русских с латышским языком так не поступали. Ну, вы понимаете, друзья. Комментируйте, комментируйте. Я зачитываю их невысказывание. Кого я вам называю? Даже при русских с латышским языком так не поступали. Ну, когда, вы понимаете, когда. Такая идея иррациональна, и направлена на разжигание национальной розни. И идея исходит из бюджета. Внимание, откуда? Смотрите, она откуда исходит. И идея исходит из бюджетной комиссии Сейма, которая должна думать о государственных финансах. Тут и вопрос, и восклицательный знак. Друзья, посмотрите, чем занимаются финансовые вот эти вот... Господи, друзья. Должна думать о государственных финансах, а они чем занимаются? Потому что нечем заняться. Я понемножку буду комментировать. И вы тоже пишите, друзья. У меня просто не хватает слов, когда в Латвии люди начнут понимать, что искусственно разжигается вражда. И это делает наше правительство. Если бы язык был всему виной, то немецкого после Второй мировой войны вообще не было бы. Не было бы. Комментирует очередная пользовательница. Да, это такие новости, друзья. Вначале это новости, а потом идут комментарии. отсутствие обращения против русского языка следует оценю, как залезание в задницу большому брату, реагирует в социальной сети X некий пользователь. Не будем назвать, без разницы. Без разницы. Я прочитаю все как есть, друзья. Это новости. Будет ссылочка в описании. Почитайте, если вы не верите. Я зачитаю все как есть. Но меня это почему-то очень заинтересовало. Зачем? Я сколько раз говорил. Вот сейчас остановился, где некий пользователь сказал большому брату куда-то залазить. Какому? Ну, вы догадываетесь. С русским языком борются все министерства, но только не боролись. Ладно. Все они все, но вы понимаете. Заняться делать нечем было. Когда делом займутся они своими? Непосредственными делами, непосредственными своими обязанностями? Нет. То переименование, то памятники рушить, то все. Тут всех в ладоши хлопают, то столбики ставят, то посмотрите, что творится со столицей. Когда закончится вот это вот все? Ну, когда? Убрали? Уберите. Уберите. Все знают уже этот, все языки уже знают. И английский язык уже знают, и латышский язык уже знают. Знают, как снять? Ну, убрали, успокоились, я не могу уже, друзья, у меня терпевания нет. А чем вы дальше будете заниматься? Блядь, не могу уже. Пользователь Икс, я не буду называть, как это, без разницы, там все равно это подставные, высказался весьма сурово, очередной пользователь. На первый взгляд, одной из фигур в проблеме радикализации партии Латвия на первом месте является Сандрис Точ. Параллельно обычным мифом, а и российским нарративом, после голосования по банкоматам он латышам грозил российскими войсками. Если бы холопы, если вы холопы, дороплюсь, друзья, ну послушайте, если вы холопы не сделаете так, как тот желает, какими войсками, тот вопрос, теми, которые мы сейчас в Украине вырезаем, как грибы, какими войсками, друзья, я не стал я тут вникать, без разницы, я просто комментарий вам зачитываю. Помощник депутата сейма Майя Арманева или Арманева, без разницы, Арманева, ну может быть тут и буква Ё, помощник депутата, понимаете, помощник депутата, без разницы, какая, Майя Арманева или Арманева высказала мнение, близкое точку, ну а что еще может помощник депутат, сейм проголосовал против русского языка в банкоматах, интересно, вот слушайте теперь внимательно, интересно, что многие украинцы, живущие в Латвии, сами в быту используют русский язык, украинцы в быту используют, вы не знали? Никто не знал? А, ну теперь будете знать. Сколько там процентов? 80. Или что там сейчас, патрули ввели, или что там, ну это ладно, друзья, вы все прекрасно понимаете, о чем речь идет. Используют русский язык украинцы у нас здесь в Латвии, однако это очередное голосование, чтобы новое единство и нац объединение замазали народу глаза якобы важными проблемами в стране. Можно подумать, более важных проблем нет. Ну это же важная проблема, понимаете? Ну теперь в банкомате там просто другой язык вставили, понимаете? Сейчас поговорим немножко. Хотя здесь речь идет не только о банкоматах. И все кто голосовал это очень хорошо знают. Лично я не поддерживаю обращение против одного конкретного языка. Спасибо за ваше внимание. Последняя фраза написана по-русски. Редактирована, понимаете? Последняя фраза. Арманевой или Марманевой, ну, друзья, без разницы нам, да? Отвечает журналист Кришинис Клявинш. Майя, любите Россию в России, а не в Латвии. Здесь Латвия. Была Латвия и всегда будет Латвия. Здесь никогда не будет Россия. Как бы вашим партийным партийным кураторам и истинным выгодополучателям того не хотелось. Друзья, я просто хотел добавить немножко от себя, что пожалуйста, напишите в комментарии, кто проживает в других странах Европейского Союза. Непосредственно в Литве, в Эстонии, в Германии, ну и так далее, и так далее, и так далее. Польша, господи, Польша. Русский язык как был в банкоматах, так и присутствует. Почему-то там не запаривается этим. Зачем? У нас, смотрите, я тоже маленький пример, маленький пример, сейчас, секундочку, друзья, извините. И так туризм уже все, на ноль уже, на нет уходит, вообще полностью, полностью. У нас больше всех в процентном соотношении потеря, потеря туризма, вообще все кругом закрывается, все, кофеюшники, да и так далее, магазины, и все, в общем все. Старая Рига стоит, все, уже полупустая. Рига вообще вся пустая стоит. Ну ладно, это ладно, ну почти я говорю, знаем и прекрасно. Со мной бесполезно спорить, мы знаем. А что спорить-то? Мы с нами бываем очень частенько, в эти выходные только не съездим. Так вот, пожалуйста, почему там не запрещают? А почему у нас запрещают? Который раз уже задаю вопрос, наверное, миллиардный раз, тысячи, тысячи, друзья, уже со счета сбился. Ну почему так? Что заняться нечем? Кому он мешает? Причем здесь проживающие русскоязычные, русскоязычные, русские, я еще даже подчеркну несколько жирными, жирными такими черточками, несколькими. Граждане Латвии, русские по национальности, граждане Латвии. Зачем запрещать? Ну запретили вы, ну убрали вы это ты. Ну они же ведь все равно знают латышский язык. А что? Вот приехали сюда граждане Украины. Как им снять деньги? Приехали сюда граждане Литвы, граждане Эстонии, да и другие, из других стран. Сколько сотен миллионов знает русский язык на земном шаре? Просто нет ничего лишнего, просто так сказал. Сколько знает на земном шаре латышский язык? Не в обиду, друзья, не в обиду. Да все-все. Вы все прекрасно, и латыши, и русские, и все прекрасно все понимают, и другие национальности. Все все прекрасно понимают. Я свое мнение сейчас высказываю. Так это же зачем? Это что? Именно, только именно конкретно. Ну, уберете вы этот русский язык из банкомат. Вам легче станет? А стыдно не будет? В других странах это не делается? Да ничего, вообще почти ничего не делается. Хотя санкции введено уже тысячи. Это только пакетов санкций, там бог знает, сколько там, 14 или сколько уже, 15, 16, 20, запутались мы. Ну, бог с ним. Ну, тот же газ берем откуда? Тот же топливо откуда вы берете? Откуда? Чей, вернее, чей? Чей? Чейный-ейный? Чейный? А, змеиный? Змеиный? Это как Райкина, я сейчас цитирую там. Ой, ну, смех и грех, друзья, ну, что это? Это как дети малые в песочнице опять играют. Давно я не говорил. Я хотел вчера, вчера эту новость, нет, позавчера я не стал, тут приболел, да и сейчас, друзья, приболел немножко. На обследовании эти прохожу, ну, что это такое? Что это? Зачем это убирать? Никто не убирает. Что это за угроза такая? Ну, что это за угроза? То какие-то минометы устанавливают напротив посольства. Ну, чего вы, зачем вы это делаете? Объясните мне, пожалуйста, для кого, а почему-то их не наказывают? Вот с этими вот призывами всякими, да, конечно же, это же чистые воды, непосредственно призыв междунациональной розни, вот вы установили миномет, всякими плакатами, угрозами, да, 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 поставьте вы на месте, на место это самое, этих, самих себя, вам это нормально будет? Вы бы давно уже бы, наверное, Бог знает, что там, да, и его он, и Бог знает, куда. Ну, друзья, пишите комментарии, я уже дальше, я уже столько говорил раньше, вот на эту тему, зачем это делать? Ведь первые, первое время, первое время, когда началась вот эта вот война, вот эта вот оккупация, и так далее, и тому подобное, что заявляли деятели, что президенты наши говорили, что премьеры говорили наши, при чём здесь русские, которые живут здесь, на постоянной основе, при чём здесь, ну, они что ли это всё начинают, при чём здесь они, вы спрашиваете с тех, с тех спрашиваете, а зачем вы вот это вот делаете, Запрещаете русский язык. Запрещаете использовать русский язык. Запрещаете использовать, разговаривать на русском языке в школах, там, сям, в больницах. Зачем? Здесь половина населения. Кому не нравится, зайдите, посчитайте. Уточните. Ну, как минимум. Почти что половина. Русскоязычных. Я никого не разделяю по национальности. Нет. Зачем? Наш канал как называется? Мы живем в Латвии. Но это зачем делать? Зачем запрещать? Зачем в школах запретили? А, то там сидели партии, мог бы и дальше продолжать, которые именно от русскоязычных, от русских партий, однако же они проголосовали против всего. И это запретить, и это запретить. Я не хочу никакую партию рекламировать. Они мне, как до лампочки, им уже доверие давным-давно все закончилось. И гнать всех оттуда поганой метлой. Всех буквально. Буквально всех. Много сделали чего они? Чувак. Какие достижения? Все позакрывали. Не будем сравнивать с другими странами. Сколько в других странах? Это про банкомат начали, что запретили. Поддержали. Убрать русский язык. С банкомата. Банкомата. А сколько этих банкоматов остается, друзья? Филиалов, банковских филиалов. Это отдельная тема. Все больше и больше закрывается. Да. Да, да, да. Ну и что вы этим добьетесь? Зачем? Ну вот ответьте. Я так вот задавал вопрос. Ответьте. Деятели. Ведь все равно будут смотреть кто-то. Кто-то передаст. Мне без разницы. Ну почему в других странах вот этой вот туристикой не занимаются? Только у нас в Латвии. Только у нас в Латвии. Больше нигде. Вам самим не стыдно? Когда вы делом займете? Народ уже вам давным-давно не доверяет. Видит, что вы, блядь, хуйней занимаетесь больше ничем. Вот только вот этим. Только вот этим. Уже который год. Только вот этим. Больше ничем. Чем? Пережем? Пилить. Пилить. Растаскивать. И так далее. И тому подобное. А, ну да. Тяжелая тема, да, друзья. Повторяю. Обращение против русского языка угрожает безопасности Латвии. Ну и я дальше вам зачитал. Мнение журналиста. И так далее. И буря в социальных сетях. И так далее. Ну а как иначе? Сейчас все компьютеризировано. Наш канал всегда за мир и дружбу между народами. Но это что это такое? Когда вы успокоитесь? Когда вам надоест вот это вот все? Ну когда? Никогда, да? А, ну да. Я же говорил. Если эту тему убрать, то все пиздец. У вас все. Руки опустятся сразу. А, заставят работать вас. Так вы же, блядь, слуги народа. Слуги народа. А почему вы против народа идете? На этот народ, кстати, почти половина населения налоги вам платит. Вам платит. Я еще раз повторяю. Вам платит. Тогда что? Что-то какая-то нестыковочка происходит. Вы запрещаете против них все. Но налоги с них сдираете. Типа в три шкур. Семь шкур. Это что происходит? Это что происходит? Еще раз повторяю. Ведь в Конституции все по-другому. Никто ничего никому не запрещает. А вы взяли, сели и решили, постановили. А с каких это фуев? А вы спросили у народа? У того же самого народа, коренных жителей вы спросили? У латышского народа вы спросили? С кем не поговорим? Да что это за такое? Говорит. Когда они прекратят вот этой херней заниматься? Дуристик. Это не херня. Это даже не дуристика. Займитесь делом. Когда с колен. Даже не на коленях уже. Давно уже так не говорил, друзья. Да что тут говорить? Господи, вот оно все тут написано. Пишите комментарии. Семь. Четверг. В окончательном чтении они читают. А вы не пробовали читать? Как развивать экономику страны? Как поднимать страну? Чем отдавать деньги? Занимать? А, занимать по 3 миллиарда. Зайбись. Зашибись, да? Я уже плавно перешел. Ну да. Ну ничего. Это понятно будет. Да? По 3 миллиарда в год. А то и больше. А что нам, кабанам? Ой, господи. Промышленность развита мощнейшая. Первая, вторая. Ну пускай даже третья экономика Европейского Союза. Да я так, конечно, откуда? А могли бы быть на этих местах, да. В первых местах. Нет, ничего не надо. Ну ладно. Осень. Сейчас осень. Конец сентября. В октябре. Угу. В ноябре, декабре. Угу. В январе, феврале. Еще и в марте. А бывает еще и в апреле. Все, друзья, буду заканчивать. Вы поняли, о чем речь идет. Да, конечно. Сейчас отопление включат и начнется. В феврале. В феврале. Все стабильно запаслись и газом, и электричеством, и все запаслись. В корзинке. Сам с собой разговариваю. Все, друзья. Желаю всем, желаем от имени нашего канала всем здоровья, долгих лет жизни, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Ну, так вот, вот этой вот херней заниматься, это, друзья, ничего хорошего, коротко сказано. Поставьте лайк под видео, подпишитесь на наш канал, поделитесь в социальных сетях, просто так с друзьями поделитесь. Зритель, подпишитесь на наш канал, зритель, кто не подписан еще. Смотрят давно, но не подписаны. Знаем, прекрасно. До свидания. Спасибо за поддержку нашего канала. До следующих видео. Спасибо, друзья.